ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В Кировской области дети-пешеходы стали чаще попадать под колеса автомобилей По данным ГИБДД, в половине таких случаев вина лежит на самих юных участниках дорожного движения Они перебегают дорогу в неположенном месте, выходят на проезжую часть из-за объекта, который закрывает обзор водителям В особой зоне риска находятся ребята в возрасте 8-9 лет Наиболее напряженный день недели – вторник Всего за первую половину 2021 года в ДТП на дорогах нашего региона травмы получили почти 90 детей, один погиб ТРАССА 101 Любой из нас может сообщить в ГИБДД о водителе-нарушителе, напоминает госавтоинспекция Фото и видеоматериалы принимаются через сайт ведомства, по почте, либо непосредственно в отделе Важные условия – данные должны позволять понять, где совершено нарушение и в какое время Также необходим госномер транспортного средства Заявление рассматривается в течение месяца, после чего его автору направляется уведомление ТРАССА 101 Не можешь контролировать – значит, надо запретить Вот такой нехитрый подход у властей Один из членов Совета Федерации предложил запретить в России электросамокаты Сенатор написал – необходимо подумать об отказе от этого вида транспорта Слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей Добавлю, в ближайшее время может быть выпущен свод правил для пользователей электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности ТРАССА 101 Китайская черри собирается продавать в России еще один компактный кроссовер Тигга 2 Pro, сопоставим по размерам с Lada X-Ray Стоить он будет в районе 1 миллиона рублей По предварительной информации, в линейку моторов войдет 1-литровый бензиновый атмосферник с отдачей 102 лошадиных сил Трансмиссия, механика либо вариатора Сейчас черри официально продает в нашей стране 4 кроссовера Самый доступный – Тигга 4 – обойдется минимум в 1 миллион 130 тысяч рублей ТРАССА 101 А компания Мини в следующем году запустит в России продажи компактного электромобиля премиум-класса Купер СЕ был представлен еще в 2019 году Он оснащен электромотором мощностью 184 лошади, который разгоняет машину до сотни за 7 секунд Максимальная скорость ограничена на уровне 150 км в час Запас хода – до 270 км Ранее добавлю, руководство Мини заявляло, что фирма полностью перейдет на выпуск электрокаров в начале следующего десятилетия На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Субтитры создавал DimaTorzok